Количество госслужащих в Норильске должно сократиться в два раза. Такие замечания местной администрации вынесли специалисты счетной палаты на заседание Комиссии Законодательного Собрания по бюджету и экономической политики. По данным ведомства сейчас в Норильске более 900 госслужащих. Для сравнения, 10 лет назад при большем населении их было 130. Также специалисты счетной палаты выявили целый ряд грубых нарушений в работе руководителей Заполярья. В частности, нецелевое использование более 170 миллионов рублей, незаконно более 5 миллионов. При этом администрация северного города с выводами счетной палаты не согласна. Депутаты поручили руководителям Норильска предоставить полный отчет об использовании бюджетных денег, а правительству края оценить, не превышено ли количество госслужащих во всех муниципальных образованиях края. За это время выросло количество полномочий, не под все численность передавалось. В рамках действующих полномочий меняются законы, увеличивается трудоемкость их выполнения, объем, почетность и так далее. Ничего не меняется, труд этот не автоматизируешь. Функции тебе нельзя выполнять частично, они либо выполняются, либо нет. Администрация города Норильска представит в законодательное собрание информацию о работе, проведенной по заключениям в письменном виде, и план мероприятий по повышению финансовой дисциплины и оптимизации средств бюджета муниципального образования города Норильск на среднесрочную перспективу. Серьезные нарекания учетные палаты вызвала и работа администрации Емельяновского района. Здесь специалисты также нашли нецелевое расходование денег, а также недодлежащее использование земельных участков. Однако глава района Эдуард Рейнгард на заседание комиссии не явился. Специалисты местной администрации обещали предоставить отчет о своих действиях в письменном виде в пятницу. Депутаты решили взять эту ситуацию на особой конторе и рассмотреть ее осенью. Оценивать деятельность тоже пока рано. Пока мы поставили очередную запятую, но не точку в этом вопросе, и будем рассматривать предпринятые действия еще раз, я думаю, уже в самом начале, после депутатских каникул, в самом начале следующего парламентского сезона.